когда вообще в принципе позволяешь себе быть некрасиво и легче я задам тебе вопрос неприятный хорошо чтобы нарисовать планом нужно нарисовать сначала мечту так минуточку если бы у меня были все деньги мира сразу все тараканы на свет полезли как говорится почему мне не пофиг то я не понимаю я беру точку здесь и сейчас и здесь и сейчас помогают сформировать вот эти штуки это причина почему за 18 лет не произошел переход это социальная смерть потому что весь тот фасад выстроенный он рухнет нахрен когда будут выходить сама бога я знаю кто и что я делаю и зачем дорогие друзья добрый день вы на канале ключи любви к себе оранжевый сезон и идет удивительная работа которая как мы все ведущие верим приближает участниц к оранжевому уровню тебе вообще хочется туда конечно хочется тоже этого и пришло здорово и сегодня мы будем работать с катей привет катюша привет я хочу знать что мы с тобой прежде всего настроились на эту работу почему это важно вообще в принципе важно на психологическую работу настраиваться но тут масса факторов во первых мы сидим перед камерами а во вторых ты пришла не ко мне в сезон да ты пришла включи граде пришла к воле и нам нужно с тобой войти в какой-то коннект немножко так скажем познакомиться потому что мы два дня видим друг друга за кадром я примелькалась но мы не общаемся не знакомы ты не знаешь кто я что я делаю на что способна поэтому что я тебе могу дать чем я могу тебе послужить сегодня поэтому хочу немножко рассказать что я здесь прежде всего для тебя и что мы так немножко выдохнули забыли про камеры да насколько я сегодня поняла ты ходишь психологу ты знакомы с телесной терапии и я буду сегодня работать в разных квалификациях немножко как стратег потому что хочется воедино собрать все те пазлы которые у тебя уже накопили за эти дни они накопятся их очень много да они пока вот так разбросаны по всему периметру взрыв как это взрыв вселенский взрыв произошел но пока вселенная не создалась поэтому я немножко как стратег для тебя поработать также возможно как психолог мы увидим какие-то возможные ограничения которые могут помешать сделать трансформацию и я надеюсь что мы доберемся также до работы с энергии с телом потому что все что мы осознали в голове нужно прежде всего принять в своем теле и мне очень важно сейчас настрой между нами что тебе к этому есть интерес что у тебя ко мне здесь и сейчас есть определенное доверие что тебе интересно сейчас пойти в эту работу что ты на это скажешь мне всегда интересны эксперименты над собой вообще я мне кажется я экспериментатор рождена для того чтобы пробовать делать ошибки наступать на грабли идти дальше пробовать что-то новое интересно у меня первый раз терапия публичная ну немножко волнительно потому что всегда я работала 11 ну либо я работала в групповой телесной терапии но нас никто не снимал да вот только это меня смущает ну давай мы сейчас сделаем смогу ли я себя отпустить так чтобы не играть на камеру а добиться результата для себя в первую очередь да давай ведь для этого мы сделаем простую энергетическую вещь когда мы сейчас делаем большой вдох и когда будешь вдыхать представь что пылесосом из всех клеточек из мозга и сердце твое волнение вытягивается и на выдохе прямо его выдохни тело так может чуть расслабить давай вдох пылесосом все вытягиваем волнение выдыхаем и дай тело облякнуть ты прямо сиди сейчас давай мы посидим с тобой некрасиво для разнообразия да то есть понятно у нас шоу мы сидим красиво расслабимся немножко просто расслабимся как ощущение ну когда расслабляешься и когда вообще сидишь когда вообще в принципе позволяешь себе быть некрасиво и легче вот расслабленность это лево жить да и одна из наших задач сегодня расслабленный жить легче поэтому давай сейчас мы расслабимся мысленно знаешь такой вот давай вместе купол такой поднимем сейчас и вот так вот перед операторами перед нами с тобой поставим наш с тобой здесь в нашем пространстве пусть они там и здесь тобой ты тактильный человек да ну да давай я уже пообщавшись рады спрашиваю можно ее хочется обнять это правда такое да у нее потому что энергетика хорошая хочется обнять поэтому мне хочется тебя немножко просто потрогать что мы здесь с тобой да так немножечко потому что мы здесь с тобой для тебя это не страшно это не больно и как я говорю на своих разборах люди думают что блин чё про меня подумают ничего про тебя не подумают люди глядя будут смотреть думать про себя если они что-то напишут про тебя написали про себя так и знаете все пишите про себя поэтому даже если вы что-то читать это все не про тебя про тебя только то что сейчас здесь произойдет для тебя ну чё мы немножко уехали да можно работать все давай отлично два слова себе скажу я 17 лет в профессии у меня четыре высших профильных образования медицинское психологическое педагогическое и телесное телесное я энерготерапевт телесник и я хочу свой кумулятивный опыт сегодня тебе предложить в пользование просто послужить чем-то тебе и у меня вопрос я тебе предложу какую-то схему работы но хочу спросить тебя что ты хотела бы вот у тебя есть реалити у тебя есть твоя жизнь вот ты в этой точке что бы ты хотела за час-полтора нашей работы мой запрос отпустить себя не боятся критики не боятся хейта не боятся быть собой мне кажется тогда я смогу жить так как я хочу и тот весь потенциал который во мне есть который я чувствую он чтобы он вышел для беспрепятствий да 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 очень не откликается твой запрос скорее так давай мы очень просто схематично немножко изобразим чтобы понять на чем мы будем работать и чтобы нашим зрителям было понятно просто схема есть определенная точка в которой находится сейчас катя катя хочет перейти в точку б правильно и вот здесь как ты видишь сама сейчас проговорила да есть определенное препятствие это то что максимально сейчас интересно да то есть какие-то штучки да такие заборчики какие-то чувства какие-то убеждения страхи страна это чувство но давай прямо отдельно запишем страхи отдельно потому что это моя тема которые вот здесь я не трус но я боюсь которые вот здесь мне мешают сделать в определенный прорыв и смотри чтобы со страхами максимально эффективно нам поработать я поняла вот это будет наш фокус до внимания то есть для тебя принципиально интересен вот этот заборчик у нашей работе сегодня вот он от будем сносить отлично чувство какие-то убеждения страхи которые не позволяют потенциалу максимально раскрыться мы с ними поработаем единственное чтобы максимально продуктивно с ними работать мы очень быстро это не будет какая-то супер стратегическая сессия но мы под соберем пазлы того что ты поняла себе за эти дни про свою точку а а за эти дни про свою точку б за всю свою жизнь да то есть где я куда я хочу и тогда мы будем понимать забор на пути чего мы ломаем ради чего вообще нам это нужно уж не нужно понимаешь страшно тоже что-то конкретное страшно же не абстрактно теоретически ну то есть продолжать жить как живется в принципе ну нормально ты привык нормально вообще вполне надо ломать куда-то поэтому очень быстро вот эти штуки по исследуем не будем слишком долго здесь залипать наша задача убрать плотину которая мешает тебе быть собой проявляться без всяких оглядок страхов максимально раскрывая свой потенциал давай пошли в точку а вот я предложу на нее посмотреть под конкретным углом . а как некая устаревшая для тебя модель да то есть я попрошу фокус понятно что ты достигла реализовалась это все понятно я соглашусь устаревшая модель потому что я пишу как устаревший модель тогда какая она . себя описывать или а как он пойдет я тебе не буду давать подсказки сразу попозже устаревшая модель давайте по конкретного конкретно чем конкретно наполнена твоя жизнь как конкретно выглядит твоя деятельность и третий уровень какая ты в этом всем дом семья забота о ребенке моя работа опиши поподробнее работа так как нам же хочется прорыв преимущественно в работе давай моя работа где я наверное себя обесценивают то что я делаю это стандартно схематично не соответствует моему огромному творческому потенциалу который изначально заложен во мне с рождения супер и еще я тут запишу 30 50 тысяч что-то не возражала до 100 можно дотянуть извините это я часто бывает что я сказала на 10 от 30 до 100 а на 10 свадеб сколько бывает за 100 но я же не только на свадьбах работе на 10 мероприятий сколько за 100 бывает ну 23 а если это декабрь то постоянно я согласилась мы проверяем 30 50 100 что еще дом семья по схеме нет творчества того который у тебя есть суши вот по эмоции я слышу что вот это тебя сильно штука триггерит творчество сильно триггерит ну потому что я и поступала на актрису и закончила театральный и но я не пошла по этому пути давай мы прямо здесь остановимся очень 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 важная информация уже всплыла сейчас мы супер важный вопрос поиследуем как мне кажется вопрос 42 года 18 лет в профессии я задам тебе вопрос неприятно сейчас хорошо какая я что нет творчества какие качества подходы взгляды не позволяют ему проявиться иду по легкому пути ну да да скорее как ремесло знаете на работа но и штампу и ремесленниче рим да да ремесленничество то есть есть ремесленник есть творец давай я напишу да сразу в точку б до творец да сразу до образа разницу могу еще сказать почему здесь потому что здесь меньше ответственности а там огромную железну зачем почему не даже быть с творцами да да потому что там ответственность конечно нет свreceless и меньше ответственность там ты ответственен только за себя и за то как ты выполняешь работу так как я хороший ремесленник я хорошо выполняю а тут когда ты творец ты уже ответственен за большое количество людей проектов до ответственность за результат и значит если minor одну штуку, вот сюда я ее хочу записать, что ответственность за результат это что-то трудное, неприятное. Такое восприятие как будто бы есть. Тяжелое, да, тяжелое, как будто ноша такая, серьезно, да. Чувство тяжести. Чувство тяжести. Я тебя проверить хочу одну вещь. Да, то есть ты понимаешь, что вот есть ответственность, такое яблочко, и мы тебе его дадим, ты скажешь, ой, нет, трудно. А мне маленькое я возьму, а корзину уже тяжело. Корзина яблок. Ты говоришь, ой, нет, а я говорю, дайте мне ее, дайте мне эту корзину. То есть ты понимаешь, это зависит от личности, что внутри раскрылось, понимаешь, да. И вот у меня вопрос, вот для тебя, ты чувствуешь себе этот потенциал увеличения ответственности, вот этого расширения ответственности, что в целом ты готова расширяться, менять этот взгляд. Сейчас, да, ну то есть я поэтому здесь. То есть ответственность как нечто приятное? Мне над этим надо подумать, мне как-то надо почувствовать ее, что это нечто приятное. Но я услышала, я не буду пока писать туда ответственность, что ты ее хочешь, вот здесь вопросик поставим, но я услышала легкость. Легкость, да, да. Потому что, ну, как правило, когда у нас есть легкость, мы уже ответственность тоже иначе воспринимаем. Что еще здесь? Ремесленничество, меньше ответственности, и здесь есть в этом некая инерционность. Инерция, да, да. Инерция, да. Застой такой болот. Застой, застой. Вот давай сейчас прям проживем это состояние. Я тебя попрошу встать, мы пока в телеску не пойдем, чуть попозже. Просто встань, глазки закрой. Я знаешь даже, что сделаю? Можешь открыть, чтобы ты видела, что я сделала, что я тебя не скрываю, я тебе приготовила одну карту. Я тебе ее пока не покажу, но чтобы ты чувствовал эту энергетику вот для точки А. Просто почувствую вот это сейчас пространство, ремесленничество, ответственность меньше, и слава Богу, некая инерционность, тяжесть, привычность, какой-то застой, такой болот. Стабильность, скорее всего, еще. Стабильность, да. Страх потерять стабильность, страх потерять... Стабильность не как радость, а стабильность как страх ее потерять. Да, скорее так, страх потерять стабильность ради каких-то иллюзорных целей, которые может случаться, может нет. Ага, ну то есть такая стабильность. Стабильность не в самом лучшем смысле этого слова. Не в самом лучшем смысле, да. Все, я тебя услышала. Стабильность как болото. Я даже в зеленом. Вот я тебя прошу сейчас попроживать эту точку, и как она в теле чувствуется? Я даже могу сказать, как она чувствуется в теле, потому что я сейчас работаю с нутрициологом. Это как большое количество тяжелой воды. Отек, да. Поэтому я сейчас работаю на то, чтобы выгонять из себя воду, снимать отек, потому что у меня уже и глаза, и все, как будто я вся уже. Огромный отек. Даже лимфатическая система не работает. Энергопрактики и смена модели тебе очень помогут. Да, да, да. С другой стороны. То есть мы можем заходить от тела, можем заговорить, заходить от головы. И все-таки проживая эту точку, вот сейчас отследи свои прямо чувства в теле. Ты от головы сказала, что это отек. Давай прямо почувствуй, что это за состояние. Как будто не работают мышцы. Ну как бы нет энергии в мышцах, чтобы что-то взять. Нет энергии. Да, да. Они такие болтаются, как мешки с говном. Можно сказать, что вот смотри, ты выходишь сейчас такая на сцену на своих свадьбах, ну условно на сцену, да, и ты зажигалка вроде бы. На работе, да. Но. На работе, да. Но после работы я сваливаюсь. А там тебе это энергия приходит естественным образом. Да, да. Я заряжаюсь от людей. Просто признак то, что ты после сваливаешься. Да. Что ты уже делаешь не свое. Думала об этом? То есть смотри, когда мы делаем свое, ну вот почему там у Оля Чебыкина, например, да, мы у нее в шоу, в реальте, я ее знаю неплохо как у человека, носится как собака бешеная и не выгорает. У нее очень много энергии, даже физически. Почему? Почему? Вот как ты думаешь, у кого больше энергии? У Творца, конечно. Понимаешь, что из нам спускается квант. Итак, некая застойность, болотистость, тяжесть, нет энергии, вот такое вот состояние, да. А как, давай вот в этой точке, как мир с тобой? Вот есть мир вокруг, какие-то там возможности? Как ты на него смотришь вот из этого состояния? Из этого состояния нет сил, чтобы выйти и что-то предложить этому миру. Даже нет сил что-то придумать, чтобы предложить этому миру. Есть такое? Ну да, наверное. Есть. Ты говорила вчера, когда мы были у Лео, ты такая, о, можно свадьбу на вулкане? То есть ты говорила, я же режиссер, почему я ничего не придумываю, как ты сказала? Да, ну да, давно уже ничего не придумываю, это точно. Хотя закончила режиссуру, и там в молодости творчество перло изо всех щелей. Спасибо тебе большое, пока карту оставим закрытой, мы чуть позже посмотрим. Присядь, пожалуйста. Дорогие мои красотки, привет еще раз. Оцените, пожалуйста, каков колор? Сочетание цветов. Я знаю, как вы не любите, когда я так говорю, про то, что я в том числе, как и многие из вас, продукт ключей. Я действительно продукт ключей. Я этим горжусь, я это пестую в себе, я этим хвастаюсь, испытываю большую гордость от сопричастности к созданию этого образовательного курса. Живой поток 1 июня у нас стартует. Вы очень хвалите наш сезон, который оранжевый, да не совсем оранжевый, но тем не менее, перед вами другие героини, перед вами разворачиваются другие их задачи, другие смыслы. И все вместе, вы, зрители, мы, создатели, наши героини, девчонки, доросли до этого сезона, в том числе благодаря ключам. Не важно, кто и как с ними взаимодействует, но совершенно точно, что ключи меняют жизни десятков тысяч женщин. И если вы вдруг эти списки женщин, изменивших свою жизнь к лучшему, не пополнили, у вас есть возможность присоединиться к нашему живому потоку. Мы с Радой обожаем летние потоки, потому что это совершенно другое настроение. Это все равно солнце, это все равно большая энергия, это все равно какие-то большие перспективы, больший драйв, какой-то напор, жажда знаний. Это когда вы их впитываете лучше, когда вы их отрабатываете охотней, потому что менять летний гардероб, перебирать летний гардероб, выгуливать летний гардероб, конечно, гораздо проще, чем когда ты в минус 30 находишься в каком-то из российских городов. Поэтому ждем вас, тех, кто давно хотел изменений и чего-то ждал. Час настал, прямо сейчас можете по ссылке в описании к этому видео обратиться или по QR-коду, который видите на экране. Присоединяйтесь к нашему живому потоку, растите себя для собственной лучшей, более счастливой, более гармоничной жизни, потому что ключи это, конечно, не только про одежду, не только про макияж, не только про волосы, про жесты, позы, мимику и риторику. У нас большие блоки по коммуникации, про психологию и самопсихологию, про познание и самопознание, про эстетику бытия, про то, из чего соткана наша жизнь. И это все, что зашито в ключи, применимо абсолютно во всех сферах. Если вы проходили наши автопродукты, но никогда не были на живом потоке, присоединяйтесь. Если вы были на живом потоке, давно присоединяйтесь, потому что и вы уже другие, и мы, ваши наставники, тоже уже другие. Весь опыт, который мы приобрели с нашей с вами в последней встрече, конечно же, отдадим на мастер-майндах. Все тарифы на экране написаны, в описании по ссылке вы также найдете всю информацию по тарифам, цены. Помните, что у нас подключен сервис с долями, это удобно оплачивать на равные доли, делится ваш платеж. Чем раньше вы начнете это делать, тем, получается, больше он разнесен, он не доставляет дискомфорта. Плюс дает вам понимание и точку в календаре, что с 1 июня вместе со мной радой вы стартуете в ключи, стартуете в новый этап своей женской, красивой, глубокой жизни. До встречи на живом потоке. Вообще-то у тебя такая нормальная точка А. То есть дом, семья, забота, работа. У меня все есть, у меня закрыты тылы полностью. В целом нормальная такая организованная жизнь. У тебя есть заказы, у тебя есть все. Да. Вместе с тем у тебя есть желание идти дальше. Да. Хочу его сейчас проверить. Точно хочешь? Точно, конечно, да. Точно? Да, хочу. Точно? Да. Класс. Потому что это важно, потому что кому-то не надо идти дальше. И как я вижу с первого дня, что у тебя реально есть это желание. Поэтому ты легко прям меняешься. И давай посмотрим в точку Б. Точка определенной мечты. Возможно, мы даже не до конца знаем, как туда придем. Но как в идеале выглядела бы твоя точка Б. Вот этот список я сначала хочу увидеть. А, дом, связь, работа, забота. Как выглядит твоя работа, как выглядят отношения с мужем. Даже, может быть, сейчас больше каких-то деталей. Давай, пересаживайся на мой стул. Я хочу, чтобы ты прям локацию поменяла территориально. Я тебе положу здесь другую карту. Тоже пока не буду ее открывать. Просто я тебе подобрала определенные образы, арканы, которые дают определенную энергию, которые помогают прочувствовать ее через поле. Понимаешь, что мы такие чуть-чуть расстановочной техники с тобой используем. Вот почувствуй эту энергию другую. И из этой энергии что это за жизнь? Сейчас вот я хочу услышать. Начать вот по этому списку. А давай, может, перемешка я буду туда и туда писать. Какая ты, какая жизнь. Какая ты, какая жизнь. Ты понимаешь, что это вещи пересекающиеся. Да. Хочу тогда начать дом, семья. Вот это вот все. Рассказывай, как там все обстоит. Как обстоит дела. Но я хотела бы в идеале свободу перемещения по миру. Свободно перемещаюсь по миру. Да, я свободно перемещаюсь по миру. Не быть зацикленной на одном месте. Только на Питере. Только на одной квартире. Да, свобода перемещения. Как семья это проживает? Расскажи. Ты можешь придумать. Со мной вместе. Вместе с семьей. Я бы хотела, да. Ребенок любит путешествовать очень. Поэтому с ним легко. Мы с ним вдвоем очень много стран объездили. А муж, он такой домосед, стабильный. Ему очень сложно. Он не мобильный человек. Он любит стабильность очень, да. Конечно, в идеале бы я хотела больше легкости в общении с ним. Чтобы мы вместе могли так. А поехали куда-нибудь там на выходных или еще что-то. Для меня это важно. По поводу ребенка, чтобы он стал более самостоятельный и сепарировался от меня. Я не знаю, как это пока сделать. Когда мы увидели вот такую мечтушку, мы можем хотя бы начать как-то это организовывать. Да, ну конечно. Какой-то шаг для того, чтобы с мужем было какое-то общее. Какой-то шаг для того, чтобы с ребенком как-то было организационно, иначе. То есть все начинается с того, давай назовем эту точку, мечта. То есть сначала рождается мечта, потом план достижения. По-другому не бывает. Чтобы нарисовать план, нам нужно нарисовать сначала мечту. Потом уже думать, ага, а как я это реализую, как я это воплощу в жизнь. Угу. Свободное время, свободное перемещение по миру с ребенком, с семьей, больше легкости в отношении с мужем, более самостоятельный ребенок. Да, самостоятельный. И смотри, когда есть запрос, сразу какие-то приходят ответы, подсказки. Я тебе хочу дать одну прямо сейчас. Так. У меня есть хороший друг, который является, например, коучем. Для ребенка. Для детей и подростков. Ему, правда, девять с половиной? С этого возраста, который собирают детей в группы. Я к тому, чтобы ты понимала, мечту, когда мы себе разрешаем, у нас находятся какие-то пути, идеи для решения. Вот. И можно там, например, так, с мужем какие-то первые шаги сделать, посмотреть, как это все менять. Ну, начать хотя бы куда-нибудь выезжать, путешествовать. Да. Что еще здесь происходит в жизни? Работа. В идеале я хотела бы, чтобы работа у меня была в разных точках мира, в разных городах, не быть зацикленной только на одном Питере. Пока я реально только на Питере зациклена. И еще я туда бы добавила работу онлайн. А что ты делаешь онлайн в своей мечте? Это вопрос, я над ним сейчас работаю. Ну, думаю, сейчас прям мечтаю с тобой. Прямо сейчас давай поработаем. До чего мы тут забрались? Смотри, давай сейчас откроем портал. Я говорю, портал всегда открыт. Наша задача — открыть к нему голову. Вот. Давай откроем к порталу голову. И просто сейчас какую-нибудь гипотезу. А что это может быть онлайн? Первое, что приходит, но мне это кажется таким банальным. Это всякие онлайн-продукты, инфобизнес и прочее такое. Ну, что бы ты могла прикольно сделать? Вот ты в своей уникальности. Понятно, на это нужна отдельная двухчасовая распаковка. Сегодня задача наша обозначить прям поле для тебя. Что это могло быть? То, что сейчас есть запрос от людей ко мне лично, они просят, чтобы я помогла им, допустим, подготовиться к какому-то выступлению. Супер. И онлайн я занимаюсь. Ну, допустим, нужно защита диплома, да. Они боятся, не знают, что там сказать. И как мы выстраиваем. Тебе интересно это? Да, мне это интересно. Это даже не коучинг. Это я скорее как режиссер, ну, как пигмалион можно сравнить. Как режиссер работаю над задачей человека. Классно. Сейчас смотри. Я тебя прошу вот в этой точке. Например, так. Там могущественная, могущественная энергия сейчас под ногами. Прямо вот ее почувствуй. И вот давай, я не буду зачитывать, ты проговори своим голосом, как если бы это в настоящем времени. Я та-да-та-та-та-та, я та-та-та-та-та-та, я та-та-та-та-та-та. Вот как ты живешь? Я хочу, чтобы ты вслух это сама проговорила, чтобы мы примерили этот костюм. Поговори вслух вот это. У меня свобода перемещения по миру. Я работаю в разных городах, странах, континентах. Так, у меня есть еще дополнительный доход в онлайне. Я не привязана к одной точке. Я могу из любой точки мира работать с людьми, где бы я ни находилась. Легко. И работать столько, сколько мне хочется, не задумываясь о том, что мне надо работать ради того, чтобы получить определенную сумму денег. В месяц. Классно. То есть я сама выбираю, хочу ли я работать сегодня, нет. Вот как-то так. Это должно быть из-за моего желания работать, а не из-за того, что надо. Я работаю из изобилия. Давай про мужа, про ребенка. У нас легкие, прекрасные взаимоотношения с мужем. Мы вместе путешествуем. Они радостные, веселые. Ребенок сепарировался от меня. Сепарировался не очень. Не очень, да. Расскажи, какой он в твоем виде. Ребенок самостоятельный, сильный, радостный, увлеченный миром, чем-то еще помимо меня. Супер. Поняла, почему я сепарацию предложила по-настоящему поменять? Потому что сепарация изначально негативный аспект для тебя и для ребенка какой-то болезненный процесс. Болезнь, как будто отрывают. А мы идем через изобилие, что ребенок самодостаточный, интересно, увлеченный. Вот это вот визуализируем, это строим. И знаешь, я хочу такую вещь еще предложить здесь увидеть. То есть сейчас такой тренд, он популярный, путешествовать, работать только когда захочу, и чтобы деньги приходили сами и легко. Нет, я понимаю, что это шаблон такой, наверное. Давай выходить из шаблона. Это я просто первая, что вот на ум пришло. Это нормальное желание, нормальное. Просто мы к нему добавим еще одну штуку. Как если бы вот эта избитая вещь, но давай в нее сходим. Если бы у тебя были все деньги мира, ты могла бы не работать. Делала бы ты это, и почему бы ты это делала? Что конкретно? Ну вот это вот работа в разных точках мира, в городах, в онлайн готовится к выступлениям. Так, минуточку. Если бы у меня были все деньги мира, то я бы оставила из всего этого работать в разных городах на интересных проектах, с интересными людьми встречаться, делать какие-то яркие шоу. Это бы я оставила. Онлайн работать с людьми... Боже мой, сейчас они посмотрят все эти люди, с которыми я работаю. Наверное, нет. Ну, просто здесь мы видим что-то честное. Зона своего честного интереса, она перестройка может идти постепенно. Но важно смотреть свою правду. Например, Оля говорила, что важно в какой-то момент приходить к вещанию на массы. И это нормально. И это просто реально для кого-то больше подходит. Да. То есть тут я работаю индивидуально, и получается, я очень много сил трачу на одного человека. А мне хотелось бы... И это не потому, что они плохие. Они прекрасные. Это просто твой вкус. Я обожаю, я вижу результаты, и я радуюсь как за себя. К миссии. Мой вкус, это массовое. Давай, вернемся. Как бы это миссия, мотивация, почему хочешь работать. Почему хочешь работать. Почему хочешь делать шоу. Ты говорила это вообще не с девчонками. Я просто хочу это зафиксить. Мы фиксим пазлы реальности. Потому что мне нравится делать яркие моменты в жизни. Мне нравится делать что-то яркое, творческое. То, что украшает эту жизнь. И вот давай пойдем сюда. Какая я? Какая я, когда я свободно перемещаюсь по миру, когда в легкость в отношениях с мужем, когда ребенок самодостаточен, живет своей насыщенной жизнью. И когда у тебя интересная работа в разных точках мира, ты делаешь какие-то интересные, классные шоу. Проекты, да. Да, то есть смотри, это мечта, которую важно себе разрешить, потом строить в нее дорогу. Но самое важное сейчас прочувствовать, что за состояние стоит. Какое состояние, когда ты здесь? Какая ты? Я веселая, я энергичная. Веселая, энергичная, легкая, мобильная. Слово мобильная. Легкая есть? Ответственность за результатом есть? Да, есть, но он реально легкий. Мы оставляем ее. Я вот сейчас чувствую, да. Чувствуешь, да? Он есть, он реально легкий, да. То есть тяжело, когда я это не выбираю. Когда я это выбираю сама, я это выбрала, тоже легко. Ощущаешь? Да. Супер. Веселая, энергичная, творец, ответственность за результат, легкость. Что еще здесь? Мне приходит на ум какая-то креативная внешность и одежда. На интервью знакомства вспоминали «Голодные игры», но скорее «Голодные игры» не сама героиня, которая участвует в платье, а вот ее менеджер или кто там была. У нее такие парики, она такая вся, вот так вот ходит. То есть выявляете какой-то креативной? Вот она скорее. А внутри ты какая когда-то в этой креативной внешности одежда? Внутри очень много идей для воплощения. Идейная. Творческая. Творческая. Там очень много идей. А можно еще сказать, что ты такой эпицентр? Ну то есть ты чувствуешь себя прямо, что на тебя смотрят. Да, эпицентр. Огонь? Я просто еще один момент вот думаю, куда его поставить. Почему-то мне кажется, что вот здесь вот вся моя эта философия, какая-то такое рассуждение о жизни идет как раз из какого-то надрыва. А вот там этого нету. Так, все понятно. Не знаю. Мы вот здесь пишем надрыв. Надрыв и философия. И ум. 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 Надрыв и ум. Я же умная. А здесь как будто ум, он такой легковесный. И тут нету глубины. Он не мешает. Мне всегда... Это знаете, это как Достоевский и не знаю там, какого можно писателя сравнить. Вот Достоевский это ум такой, глубина. А когда легкий жанр, то как будто там нету глубины. И мне от этого... Это тебе кажется. Это мне, да. Это то, что тебя здесь пугает. И мы здесь выстраиваем заборчик. Мы просто видим это, мы признаем, принимаем. Как будто это слишком как... Как, как, как? Несерьезно. Несерьезно. Легковесно, поверхностно. Несерьезно, пустое, поверхностное, да, да. Это у тебя внутри сейчас такое чувство. Да, это у меня внутри. Что как будто это поверхностно. Мне даже стало как-то не очень. Я тут радовалась, радовалась. А потому что смотри. А где глубина, где философия? Вопрос, какую собаку ты выберешь кормить. Вопрос, какую либо сюда, либо сюда. К реальности это не имеет никакого отношения, нет другой жизни, кроме той, к которой мы живем в своем уме. Если ты для себя решишь, что вот это все поверхностно, ты можешь это раз и навсегда здесь и похоронить случайно. То есть, ой, нет, поверхностно все это. Я же почему вспомнила на первом интервью Сергея Зверева? Потому что у всех людей... О, тут еще одно всплывает. У всех людей отношения, что как будто бы человек несерьезный. Вот когда ты живешь такую легкую, классную жизнь, ты такой креативный. И даже вот та девушка в «Голодных играх», менеджер, да, она тоже производит впечатление как будто бы несерьезного человека. Вот классно. Что, сейчас сиди, молчи. Я буду записывать на новом листе забор наш построен. Мы увидели... Чтобы увидеть забор, надо посмотреть в мечту. Сразу все тараканы на свет полезли, как говорится. И тут общественное мнение. Вот. Вот. Давай, сейчас мы первое. Что обо мне скажут люди? Что скажут люди? Как ко мне буду... Да, что будут обо мне думать? Что скажут люди? Прямо давай, что у тебя в голове звучит? Я это зафиксирую. Я буду выглядеть глупой, несерьезной. Глупой. Спасибо тебе. От лица всех наших зрителей. Потому что, работая с людьми, которые идут в проявленность, это вижу у каждого первого. Да? Конечно. Что? Чтобы ты не думала, что это только у тебя. Вот это вот. Прямо такие огненчающие убеждения. Что еще в голове звучит? Я потеряла, если честно, нить. Ничего страшного. Все нормально. Я сейчас верну. Я специально флипчардила, чтобы мы не теряли. Можно было бы и просто в разговоре, но с моблядной всегда проще. Мы смотрим в точку Б с тобой. И ты говоришь, я там живу вот так, свободно перемещаюсь. Так классно. Легкость с мужем, легкость с ребенком, работа во всех точках мира, яркие шоу, я в креативной прическе, в креативных костюмах, работаю с желанием работать, веселая, энергичная, творец, идеи пруд, легкость. Классно. Понимаешь? Да. И в этот момент, когда мы включаем свет... Я вспомнила Достоевскую. Вылазят тараканы. Достоевский. Что такое тараканы? Так, тараканы. Это социальные мнения. Да. Смотри, на чем мы строим свою жизнь. Вот есть лодка твоей жизни. Вот ты плывешь туда. Вот. И здесь ты. Косы развиваются, платье. Вот, ты плывешь. И тут ты такая, так, парус. Парус. Поднимаю парус и начинаешь его наполнять вот этим вот. Но! Чайка. Здесь есть социальные стереотипы. Здесь есть у нас социальная ответственность. И плакали наши паруса. Как с этим разобраться? Социальная ответственность. Это, ну, муж, хозяйство. Та-та-та-та-та-та-та. Надо организовать жизнь. Я говорю, организовать жизнь. Коуч для сына. Ну, то есть кто-то, кто будет тебе помогать. Не отказаться от этой ответственности, а оптимизировать. Личный ассистент мне нужен еще. Например. То есть нужна какая-то организация жизни, чтобы вот этот парус... Потому что он все закрыл. Тут, понимаешь, твоя творческая энергия... Ну, для нее препятствий много. А здесь у нас идут социальные стереотипы. Ну, тут мне должно вообще быть пофиг. Ну, не пофиг же. Ну, почему нет-то? Ну, вот ты видишь. Я же за тобой записала. У меня специально флипчарт. То есть, когда мы включаем этот свет, вот эта вот штука начинает... Почему мне не пофиг-то? Я не понимаю. Смотри, мы не будем искать почему. Мы попробуем изменить это здесь и сейчас. Если ты захочешь. Да, я хочу. Потому что мы можем искать с тобой, знаешь, в формате терапии, годами. Ну, ты смотри, когда ходишь на терапию, я работаю иначе. Я беру точку здесь и сейчас. И здесь и сейчас помогаю трансформировать убеждение в голове. Трансформировать убеждение в теле. Мы сейчас это сделаем. И то, и другое. Видишь логику нашей работы? Ничего не потерялось? Да. Все. То есть, мы посмотрели, где ты, куда ты идешь. И мы увидели заборчик благодаря тому, что мы этот переходик увидели. Мы сейчас на тот лист вернемся и походим. Но прежде здесь мы попишем немножко еще, поработаем. Когда вот эта мысль внутри? Что скажут люди? Вот что люди подумают, когда я такая? Какое чувство внутри возникает? Ай, просто я же должна быть идеальная. Чувства? Я же должна... Да, чувства. А я сейчас запишу, я должна быть идеальной. Да, я должна быть идеальной. В соответствии с каким эталоном? Не знаю, со своим каким-то. Со своим выдуманным эталоном. Вот именно. Сидеть должна же ровно. Сейчас спину еще. Расслабься снова. Спинку навались, сядь некрасиво, развали живот. У нас задача терапевтическая. Живот. Вот сядь прям. Давай. Что скажут люди? Чувства внутри? Какое? Когда эта мысль тебя захватывает? Вот ты вся такая уже настроилась творить. Креативный образ такая, блин. Чего люди подумают? Какое чувство сразу внутри? Когда эта мысль... Неудобно. Сжатие. Честно. Нет воздуха. Сжатие. Нет воздуха. Пиши. Неудобно. Супер. Я буду выглядеть глупой, несерьезной. Когда эта мысль в голове, какое чувство? Не понимаю. Ну просто вот представь. То есть ты начинаешь думать. Вот я тебе все время в точку B буду отсылать. Вот я в креативном образе, в париках, путешествую по свету. И вдруг кто-то говорит, несерьезная женщина. Сейчас мне почему-то смешно уже. Ну и плевать. Слава богу. Потому что когда мы выписываем, оно начинает меняться. Ну и плевать. Но если бы ты по-серьезски вот так воспринимаешь, то как это на тебя действует? Если ты по-серьезному... Ну как будто бы хочется оправдываться. Ах да! Да нет, я не такая. Оправдываться. То есть такая жертвенность определенная. Если вот кто-то говорит, ты думаешь, что кто-то подумает, что ты поверхностная. Ну это туда же, к несерьезную. Типа, камон, у меня высшее образование. Желание оправдаться. Да, желание оправдаться тоже. Желание оправдаться. Можно было бы покопать в детстве, но мы не будем. Сколько книг я прочитала. Написала. Написала, да. Я вообще преподаватель. Я должна быть идеальной. Какое чувство? Ой, это прям устало. Усталость. Усталость, да. Ну вот смотри. И вот эти штуки, это причина, почему за 18 лет не произошел переход. Это не единственные, возможно, причины. Но вот этот вот заборчик, да, почему, ну вот ты дозрела сейчас только, да, ты работаешь над собой, да, мы это знаем, ты постоянно работаешь. И ты доскреблась до этого. Доскреблась, да. То есть доскреблась до того, что тебе мешает прям взорваться и перейти вот сюда, на какой-то другой уровень. Даже я доскреблась до реалити-шоу. Для меня вообще это дикий стресс, это социальная смерть. Потому что весь тот фасад выстроен, и он рухнет нахрен, когда будут выходить серии. Я уже столько всего наговорила про всех своих друзей и знакомых. Потому что фасад это вот это. До свидания социальные стереотипы. И мы начинаем хулиганить. Смотри, давай придумаем сейчас раз и навсегда развивающие убеждения, потом проживем их через тело, и мы молодцы. Можем завершать. Давай, вместо что скажут люди, какую мыслеформу тебе найдешь? Так, что скажут люди? Я сама режиссер и творец своей жизни. И как говорят, я художник, я так вижу. Это убеждение, которое нужно поселить в своей голове. Я так хочу. Смотри, в какой точке мы находимся. Сейчас для тебя и для всех наших зрителей. Мы будем здесь или здесь. Зависит от двух вещей больше всего. От нашего мышления и от нашей энергетики. Эти две вещи вот так переплетены. Наше мышление направляет энергию определенным образом. Понимаешь? Когда есть вот эти вот рамочки, энергия сжатая. И мы, как она чувствуется, мы написали. Сжатие, нет воздуха, желание оправдаться. Вот наша энергия зажатая. Даже плечо заболело. Да, я вижу, что ты затеялся. Я режиссер и творец моей жизни. Только я решаю. Ну да, только я решаю. То есть мы сейчас с тобой рождаем для мышления некие смыслы, которые ты выписываешь на бумажку, вешаешь на заставку телефона и себе каждый день напоминаешь. То есть это условно наша с тобой попытка протоптать новые тропинки в голове. Потому что бессознательно, неосознанно, вот она же вот так течет в голове. Ну да. Неосознаваемо, просто фоном. И держит нас там, где мы есть. Я буду выглядеть глупой и несерьезной. Доплевать. Я буду выглядеть глупой, несерьезной. Какая здесь выгода? А, наверное, когда ты глупая, несерьезная, инфантильная, ты как бы и не решаешь. То есть решают все за тебя. Ну, ты не в состоянии... Это детская позиция. Супер. И смотри, здесь такое вот идет. Давай сейчас вместе нащупим, предложу тебе один вариант. Я знаю на самом деле, что я делаю и почему. Да. А как это выглядит, меня мало беспокоит. Ну, что-то такое я хотела. Что-то такое. То есть ты можешь поискать свою формулировку, я просто тебе помогаю. Я знаю, кто я, что я делаю и зачем. Я знаю, кто я и зачем. Условно. Так коротко написано. Я знаю. Я знаю, кто я и зачем. Всё. Я знаю. Вот это чувство, что когда ты живешь так, как в точке B, ты поверхностная. Какое мы здесь придумаем другое убеждение для своего сознания, чтобы протоптать новую дорожку? Когда ты живешь, смотри, легко, незамороченно, ярко, красиво, то ты какая на самом деле? Разве поверхностная? То есть это убеждение откуда-то из детства. Типа, знаешь, как нам говорили, что улыбаешься, завтра плакать будешь. Что думаешь, легко эти деньги зарабатываются? Это из той же серии, почему я всю жизнь была блондинка, а потом перекрасилась, чтобы не быть поверхностной. Ну да. То есть смотри, мы не отказываемся от этого качества, мы переводим его для себя в позитивное русло. А что если моя глубина не зависит от того, как я выгляжу? Да. Вот как-то так, что она сохраняется со мной, независимо от того, как я выгляжу, что я делаю. Ну, ведь если даже... Моя глубина внутри, а внешние действия выверены и продуманы. Понимаешь? Ну то есть мы же понимаем, что, допустим, Оля одевает там чёрную шапочку. Ну да, не становится. Она глупее не становится. И она не становится подростком там, понимаешь? Да, я поняла. То есть это выверенное действие. Я просто какие-то примеры прямо здесь и сейчас нахожу. Моя глубина внутри. Я сейчас даже вспоминаю моменты своей жизни, когда полную дичь творила. Я же всё равно осталась с собой. Я всегда остаюсь с собой. Ну так, бурная молодость. Всегда. Да, всегда. Всё равно же я остаюсь. На утро просыпаюсь. Это я. Супер. Я должна быть идеальной. Ух, вот с этим надо серьёзно поработать. Кому должна? Вот именно. И что такое быть идеальной? Ну как? Стройной, подтянутой, чтобы живот не висел, чтобы морщины, морщин, чтобы не было, не стареть, вечно молодой. Не ошибаться, не найти случайно не тот неправильный образ, не связаться случайно не в тот проект. Ну да. Давай найдём развивающие убеждения. Принести одежду ради Оли такую, чтобы они точно похвалили. Оценили, точно одобрали. Не дай бог поругали. Нет. Давай так. Что ты проигрываешь, когда ты пытаешься держать вот этот статус-кло? Проигрываю в плане. Ну, когда мы держим марку, что мы теряем? Я хочу показать, что это невыгодный сценарий. Когда мы держим марку, мы теряем как раз-таки ту самую свободу, лёгкость и то самое творчество. Потому что творчество это... Я говорю, мы вот так загнулись буквой ЗЮ под все убеждения, которые нам сказали мама, папа, детский сад, школа. Мы вот так вот как-то из этого положения живём. Идеально. Идеально, пытаясь подо всех подойти. И там нет тебя. И там нет творчества, потому что творчество не идеально. Я вот смотрю на эти картины. Они, конечно, совершенства, но не идеально. То есть в моём понимании это должно быть всё чётко, ровно, симметрично. Давай тогда мы найдём здесь формулировку. Сейчас тоже поищем. Тоже предложу тебе одну форму. Исходя из того, что я слышу от тебя, что творчество априори идеально. И, соответственно, ошибок не существует. Понимаешь, вот этот творческий пояс, когда он настоящий. Мне даже здесь хочется сказать слово не настоящий, а настоящный. Понимаешь, настоящный, откуда-то изнутри, понимаешь. То есть мы думаем, что идеальность это соответствие социальным стандартам. И всё. Здравствуйте, второй парус. И я живу не в соответствии со своим. Вот этим моим чем-то настоящим. А идеальность-то давай решим, где она для тебя. Вот здесь. Я есть. Я знаю, куда иду, зачем я иду. Я здесь экспериментирую. Я уже лучше одену этот парик и потом разочаруюсь, пойму, что мне это не подходит. Ну да. Чем я не одену. Чем не одену и буду здесь. Ну да. Понимаешь? Творчество изначально идеально. Ошибок не существует. Ошибок нет. Мне можно быть собой. Я тебе напишу? Ты потом поищешь свои? Да. Суть. Я тебя хочу направить, как это перекраивать в нашей голове. Сейчас прочти вслух вот эти вот штучки. Я режиссер и творец своей жизни. Я знаю, кто я, зачем я, для чего и что я делаю. Моя глубина внутри всегда не зависит от того, как я выгляжу, что подумают люди. Я всегда остаюсь собой, что бы со мной не происходило. Творчество изначально идеально. Мне так хочется сказать, что творчество изначально не идеально. Давай. Мне почему-то в этом больше красоты. Ну, твоё. Я тебе просто даю наводку, ты ищешь. Да, оно изначально не идеально. Супер. И не должно быть идеально. И это прекрасно. Ошибок не существует. Ещё хочу сюда тогда добавить. Есть только пробы, опыт. Есть только опыт. Да. Ну, что-то про пробы. То есть это не ошибка, это ты просто попробовал какое-то блюдо, оно тебе не понравилось, пробуешь другое. И когда, что чувствуешь сейчас? Мне можно быть собой. Когда я сейчас это всё прочитала? Чувства. Я чувствую лёгкость. Ощущаешь? Да, да. Вот это лёгкость. Всё же очень легко проверить через тело. То есть если от вот этих синеньких убеждений у нас внутри сжатие, желание оправдаться и усталость. Усталость. Это легко проверить. То от вот этого выбора я режиссёр-творец, я на самом деле знаю свои мотивы, больше их не знает никто. Моя глубина внутри, я всегда остаюсь собой. Творчество изначально не идеально, и я могу играть в эту игру. Переходит лёгкость. Ощущаешь? Да. И идея в том, что вот эти тропинки внутри в голове переписать. Первая часть делается в голове. Мы никуда от этого не денемся, да? То, что мы сегодня разговаривали за обедом, что гомо сапиенс, человек разумный. То есть нам надо научиться ловить свои паттерны за хвост. То есть чем отличается человек неосознанный? Он не знает, что руководит им в жизни. То есть он не замечает вот эти штуки, что на самом деле он живёт исходя из того, что скажут люди, а вдруг я буду выглядеть глупым. То есть человек может это даже не понимать. Это предыдущая ступень. Ты сейчас на другой ступени. Ну да. Когда ты начинаешь понимать, какие мотивы тобой движут, и мы с тобой делаем шаг на следующую ступень, когда мы начинаем менять восприятие. И сначала мы меняем вот так на бумажке. Потом мы можем, посмотри, прямо топтать эту тропинку, как у нас с вами формируется нейронная связь новая. Мы начинаем каждое утро это читать для себя. Вот как мы с тобой эти... Почему попросила вслух? Как аффирмации? Условно это не совсем аффирмация. Я бы сказала, это вибрационные смысловые настройки. Потому что на самом деле человек живёт в соответствии с тем, что он говорит. Если человек говорит, я устал, я устал, я устал, я устал, то он устаёт. То есть его ум и тело, и энергетика попадают в этот замкнутый круг. И развивается этот круг через мышление. И следующий уровень, это на уровне энергетики. Мне очень нравится твой путь, что ты занимаешься телесными практиками. Мы сейчас с тобой сделаем практику, чтобы тоже этот опыт сейчас немножечко из мозгов в тело опустить. Понятно, что нужно делать практики регулярно. Вот эта вот наша зашоренность определённая, она есть у всех, не только у тебя, у каждого человека есть какие-то вот эти шоры, представления о пути, вот это вот, к которому мы бежим, как лошадки. Вот. И это всё откладывается в теле, как определённый такой эмоциональный кокон, опыт. Вот эта энергетика застоявшаяся. И я поэтому, конечно, фанат энергопрактик. Мы сегодня их с тобой сделаем. Я тебе подарю два комплекса на каждый день, которые можно в наушники и ушки делать. И всё больше и больше обретать вот эту свободу. Поэтому первую половину мы сделали, мы поняли, откуда идём, куда идём. Стали понятны эти две картинки. Да. Что мы сегодня не сделаем, но я тебе подарю такую сессию. Я тебе подарю сессию. Дополнительно за пределами реалити. Мы сделаем вот эту штуку из мечты надо превратить в цели. Понятна разница? Я поняла, да. То есть мечта это вот я хочу так. Что-то ещё нервное. Многие люди всю жизнь хотят так, ну как-то там. И это может не реализоваться. Всё. Если не придумать. Ага. Более самостоятельный ребёнок. Первое. Созвониться с коучем. Да. Ага. Работа в разных точках мира. Первое. То есть какой-то план, стратегия, цели. То есть вот это вот необходимо. Почему? Потому что сколько мы не работаем с энергетикой, с мышлением, если мы в жизни вслед за этим не делаем перемены, то ничего не происходит. Да, хорошо. Есть ли у тебя определённая такая ясность картинок, что происходит? То есть мы просто подсобрали, подвербализовали. Я очень рада, что у тебя есть сведения. Я очень рада, что мы увидели заборчик, который здесь выстроен. Сейчас ты откроешь карту и вдохновишься, потому что я наблюдала твой заборчик на протяжении двух предыдущих дней. Я рада, что мне не пришлось... Прям видно этот заборчик был, да? Ну не всем, а я всё-таки, знаешь, 17 лет в профессии, как скажем, то есть вот эти вот вещи... Ты же классная, ты яркая, ты проявленная, профессиональная. Что-то сидит внутри, что не даёт этому прорасти. Мы выявили заборчик, мы его потррансформировали. Твоя задача вот эти штуки сфотографировать. Прямо вешаешь аффирмацию на заставку телефона, утром, вечером читаешь вслух и проверяешь. Нравится? Нравится. Всё, живу так. Прям протоптать. Это труд. Это труд, но Луиза Хея и прочие миллионы книг про работу с мышлением не дураки. Сто процентов не дураки. Работа с мышлением. Что мы думаем, то мы получаем. Нам осталось через энергию проработать. Коллега на костылях впереди, нищий, босиком. Я себя так ощущаю в точке А. Я вращаюсь в кругах таких, которым... Не платят. Принятие ответственности за других, жертвенность. Ну, в общем, карта подходит. Всё, сила совсем кончилась. К земле придавливает. Всё, уже хочется сесть, посидеть. Можешь поклониться? Сейчас прям переползти на коленочки и поклониться в ноги, если есть готовность к этому. Ой. Не от готовности? Ощущаюсь? Субтитры создавал DimaTorzok